Привет, дорогие ребята и девчата! Колесо от Санценати Охайо. Сегодня я расскажу, как я хочу отремонтировать сам туалет. Он немножко течет и немножко увеличился этот билл, да, счет. У нас здесь классные такие картины из центра Москвы. Здесь вот недалеко от неглинной как раз. Всегда очень уютно смотреть на них. Ну что, в 2006 году, по-моему, мы поставили новый совершенно. Да, что-то в этом духе. Сколько уже? Почти там 8 лет или... Переделали эту туалетную комнату. Это на первом этаже. Вот, хороший бренд этот, Color. Очень популярный. Что я сделал, сейчас я быстренько вам расскажу. Да, жена сказала, что счет увеличился где-то там на 20 долларов в месяц. Думаю, нифига себе. Да, в общем, здесь такая крышка с прокладкой, которая останавливает. И тоже там внизу прокладка, я вам сейчас ее покажу, которая деформировалась и начала протекать. Что вы делаете для того, чтобы узнать это, бросайте сюда какой-то... Ну, обычно мы используем, если делаете какие-то cookies, да, подкрашенные. Туда бросаете, и если видите, что вода течет, вода будет тоже подкрашена. Сейчас покажу вам детали. Да, класснейший день для... я выбрал для отгула. Ха-ха. И чтобы скрасить поездку в этот... к дилеру. И сейчас я объясню, почему я еду к дилеру. Я делаю себе небольшой стейкчик сейчас как. Глянем на него. Ой, ха-ха. Классно. Сейчас еще один переворотик я хочу немножко... Он у меня промариновался. А вот, кстати, нужно покрасить вот эти стрелки тоже, чтобы знать, что это выключено. Они что-то... Я уже их красил, но нужно еще другую краску взять. И тоже стартер, он замерз. Надо с ним разобраться. Угу, класс. О, быстрая история о этом гриле. Этот барнер прогорел совсем, да, вот, который... откуда идет весь газ, называется барнер. И из-за того, что такого высокого качества, и стоил он почти там 1200 с доставкой. Доставка, наверное, да, что-то стоила тоже. И мне этот барнер поменяли, он где-то 70 долларов, и мне его поменяли теперь бесплатно. Вот, зарегистрировали, сказали, все четко. Я очень доволен. Называется эта компания MHP. Modern Home Product. Да. Нержавеечка. Все классно. Я буду его чистить, как снег сойдет. Сделаю отдельное видео. Офигенное вообще устройство. Некислый стычек, в общем-то, получился. Да, иногда хочется так, просто зарубать кусок мяса. Но я, например, мариновал, получился... Такой, уже сок немножко этот сошел. Получился такой medium rare. Ну, детали-то не замысловатые. Они тоже от этого производителя. Все, набор целый был. Я вот вижу здесь такая небольшая деформация. Она точно не пролегает. Да, вот после сколько, почти 8 лет, что становится тоже дубовая сильно. А вот эта штука совсем, наверное, не работает. Потому что должна она каким-то образом так, да, делаться. Но она совершенно не фиксируется. В общем, что я сделал? Быстро пошел на интернет. Нашел колер... 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 Да, что-то в этом духе. Нашел дилера. Здесь недалеко, буквально 7 миль. Там 3 минуты от магазина. Позвонил, сказал, ребята, если я привезу вот свои эти parts, вы поможете мне? Они говорят, да, приезжай, поможем. Так что сейчас я поеду. Так вот, все последствия шторма. Уже все растаяло. Сейчас-ка я похвастаюсь ботиночками своими. Вот, классный такой LL Bean. Дорогая жена мне подарила лет 20 назад. Как новый. Не, ну я, в общем-то, зимой не только так, когда слякать. Класс. Сделано как надо. И удобно. Ни грязи, ни бояться. Ничего. Так вот, как выглядит все после шторма. Как говорится, не успел испугаться. Но жена рассказывала, вчера там кто-то здесь вот в какой-то столб влетел. Уже когда асфальт сухой был. Ну, невероятные, конечно, вещи. Ну, все сухо. Скоро вот это буквально через... Если сейчас где-то... Ну да, ноль. Ну, может быть, минус один. На солнце... Машина стояла немного на солнце. То есть... Ну, я уже проехал, я не знаю, пять минут. Уже все продуло этот... Как его? Сенсор для температуры. Наверное, он уже правильно показывает. Вот, все классно. Так, хорошо. О, не сможет вписаться этот автобус. Ясно. Успею я. На зелененький. Отлично, спасибо. Еду в маленький город Батевия. Интересное очень название. Как-то я упоминал в своих других дорожных рассказках. А, вот про то, где разные дома. Там дорогие дома, недорогие дома. Ну, там тоже есть дорогие дома. Ну, вряд ли по Лимону. Ну, может быть и есть, не знаю. Только догадываюсь. Но там... Другой, как говорится, контингент. Там и народ гуляет вовсю. Наверное, частные бассейны там. А, этот самый GPS. Не всегда я включаю его. Иногда я сам пугаюсь. Вот. Ну, в общем, я думаю, что там и в глазах. В глаз можно получить. Или кому-то тоже навалять. В общем, там такие порядочки. Веселые у них. Да, отгул мне нравится сегодня. Время не зря потрачено. Ну, так вот. Почему я взялся сам ремонтировать? Сейчас я вам расскажу. Я уверен, что это совсем мелкие какие-то две детали, да, которые я вам показал. Ничего такого особенного нет. Теперь... Ну, это мне самому тоже интересно. Ну, и, наверное, вся эта любовь встанет где-то в 20... О, это... Баксов 200, наверное. Или что-то в этом духе. По крайней мере, если у тебя есть знакомый этот пламмер, водопроводчик. Если нет, то да, наверное, так. Потому что у них вызов отдельно. Просто приехать люди. Приехать, чтобы... Обычно бригада два человека. Ну, это что-то серьезное. Если мелочевка такая, это, наверное, один. Ну, так, где-то 150 баксов. Да, может, даже больше. В общем, за маленькое устранение, там, маленькая течь в трубе была, выложили почти 400 баксов. Ну, сам я сделать не смог, там, вообще, без вопросов. Вот, так что, если эти части, эти партс, будут стоить где-то, ну, я не знаю, 30 долларов, и я с ним снять, я снимая их, потратил 5 минут. Ну, 10 минут я потратил на одно видео, посмотрев, как снимается вот эта верхняя белая часть. Потому что ее нужно, не зная этого, можно сразу сломать. И... и все. Да, небольшая пробочка вот здесь. Во-первых, пятница. Здесь всегда много всего. После вчерашнего тоже шторма люди не... Может быть, даже не выходили. Там некоторые взяли отгул. Там за предыдущий день. Это... Ух! Предыдущий день. Там взяли люди... Вернее, отпустили всех пораньше тоже из-за того, что... Ну, был начало шторма. То есть все сейчас рванули по магазинам на выходные. Вот, а мы выезжаем на кольцо 275, 275, I-275, и попадем на другую дорогу, которая приведет нас в этот маленький городок Батевия. Да, уже буквально снег весь жухлый стал-то совсем. А вчера было все в снегу, вы видите, можете посмотреть на предыдущие видео про зимнюю резину. Да, вот очень интересно, и тоже здесь стали делать мощнейшую развилку. Видите, чувак, на грузовике, поворотника. Поворотники здесь, это исключение, честно говоря. Вот, начали сделать стройку, развязку этих дорог. Вот как раз мы будем поворачивать сейчас на этом экзит. А может и нет. GPS, может, нет, да, да, сейчас. Потому что это новая дорога, GPS в картах еще нет. Нет, вряд ли. Может быть, Google только обновит быстрее всего. А Garmin нужно еще и новую версию покупать. Так что я на старенькой, нормальной. Вот. Этого раньше полгода не было где-то. Все, все новое. Вот он съезд. Буквально через минуту я по этой дороге два года ездил каждый день. Работал в Best Buy. Там он как раз с правой стороны. И еще, если вдруг будете, приедете, спросите про AK, как меня там назвали. Потому что неправильно фамилию прочитали не Колесников, а прочитали Калашников. И, конечно же, чувак говорит, да, это AK. Я говорю, да нет, это не AK. Это совсем другая история. Ну, я потом вам объяснил, но кличка так и осталась. То есть, если придете в магазин и спросите, какие вы крутасы AK тут совершал, вам расскажут разные истории. Как я полицию вызывал там на customers, на покупателей. Да, было весело. Чего-то мне это не годится. Обгоним. Потому что поворот направо там два. Никого я, как говорится, в правах здесь не ущемляю. То есть, два, две линии направо. Все. Нормально. Тем более, нам надо прямо ехать. Вот здесь мощнейшая стройка. Eastgate Boulevard. Как раз вот на эту рампу и как раз попадете в Best Buy. Дорога здесь может быть ужасная. Потому что ее там раскраивают по разным местам. Меняют положение этого. Ну, уже середина вот этих парапеток, ну, никаких. Разделительные блоки. Они уже на постоянную. Ага, вот они. Здесь. Ferguson Express. Counter Sales. А, то есть, из-за этого мужик сказал мне, приходи. Мы посмотрим на твои эти самые детали. Нормально. Раз, два, три. Не знаю, как против солнца получится панорамка. Это такой просто выезд с хайуэя. Будете приезжать в Санциннати, вот этот один из экзитов, 69, на 275. Буквально ко мне прямо к дому. Там мы и бухнем. Так вот, такая незатейливая дорожка. Сквозь лес. Летом здесь, конечно, ничего не видно. Ни домов никаких. Ничего. Видите, какое место холмистое. Очень классно. И дороги. Такие зверистые. Забор, кстати, этот белый, новый. Такое впечатление, что он пластмассовый. Нормально смотрится. И надолго, конечно. Ну, это не дешевое удовольствие. Остановка по полной программе. Просто привычку я себе взял. На стоп-сигнале никаких накатиков. Потому что они ставят камеры. Делаешь такой накатик. Или вдруг полицейский за тобой. Это же не ссори. Ну, я смотрю все время. У меня привычка уже автоматически смотреть. Там. 360 градусов. А вдруг полицейский за тобой так потихонечку едет по своим делам. А вот и накатиком на стоп-сигнале. 100 баксов. Раз-два. И никаких вообще без базара. Никакие претензии не принимаются. У него тем более все на камере записано будет. Так что вот. Хорошая дорога. Один разок можно летом. Ну, весной даже прокатиться просто так. Можно так в магазин поехать тоже. В магазин можно там. Может быть, по 5 разных дорог. Ну, в конечном итоге они вальются в одну. Нет. Можно все-таки с двух сторон. С двух дорог. Ну, небольшими объездами. Да, наверное, так. Так, готово. Серьезно. За минуту. Этот поплавок такой. Поплавок новый. И вот этот valve. Да? Я не знаю, как она правильно называется. Четко встала вот эта новая штука. То есть, я остальные детали держу на всякий случай, я не знаю, положу их вниз. И вот открыл воду. Как она закрывается. Сейчас подождем немножко. Может быть, нужно подстроить немножко. Да, наверное, вот все, еще подождать малька. Это настройка. Это настройка. Здесь вот резьба просто раскручивается так. Или закручивается. Этот на, сколько там, определенного объема вот эта емкость, чтобы специальное количество, определенное количество воды спускалось, чтобы не было никаких... От разных мест, от разных домов зависит тоже. То есть, вроде работает. Сейчас поставлю этот, как его, краситель. Краситель так выглядит. Ну, для всяких вот cookies, там что-то готовить. В основном, конечно, всякие десертные вещи. Не знаю, взять красный. Возьмем этот зеленый. Зеленый. Да, так. В кружку налил. Сейчас посмотрим, как она. Чуть-чуть цвет поменял, да, видно? Вот, если сейчас уже в туалете будет зеленый, значит, не работает. Но снова прокладка должна быть все четко. Так, зеленая вода. Ну, я буквально, не знаю, подождал, сколько минут прошла. Если была уже какая-то утечка, вода бы уже была зеленая. Четко работает. 14 баксов, где-то 45 минут проехался по хорошей дороге. Надеюсь, это видео вам пригодится для чего-то. Я не знаю. Всего хорошего и самого наилучшего. Классные картинки. До свидания.